После реконструкции аэродром Крайний на Байконуре может по праву называться аэропортом, парадными воздушными воротами космического города. Для космонавтов путь на орбиту начинается здесь. Сюда же прибывают все, кто запускает ракеты в космос. Космическая гавань Байконур приобрел новую визитную карточку. Так как аэродром Крайний является гаванью, нашей российской гаванью, является составляющим звеном, обеспечивающим связь с Большой Землей, поэтому мы должны быть готовы принимать и наших специалистов, и недавно прибывших, и прибывающих постоянно сюда на аэродром Крайний, экипажей Международной космической станции. Ювелирная посадка со спутником на борту. Жизнь космических аппаратов на Байконуре начинается именно с Крайнего. Ворота в космос, их можно назвать, знаете почему? Потому что первый спутник, который появляется на космодроме, он приземляется в аэропорту. Следующий этап — реконструкция взлетно-посадочной полосы. Появится возможность принимать самые тяжелые самолеты с самыми большими спутниками. Сегодня Крайний смотрит на мир новым взглядом. Радиолокатор не зря называют глазами. При помощи двух радиоканалов можно узнать о самолетах в радиусе более 300 километров. В принятом сигнале содержится дополнительная информация о бортовом номере воздушного судна, высоте полета, скорости. Для пассажиров это означает главное — безопасность. Проверить все новшества можно будет уже этой осенью. Совсем скоро пуск союза с космонавтами и протона со спутником связи.